Транспорт является источником повышенной опасности не только на суше, но и на воде. Об этом хорошо знают госинспекторы по маломерным судам. Насколько это опасно и к каким последствиям может привести, расскажут наши корреспонденты, побывавшие на этой неделе в совместном рейде с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. Рейдовые мероприятия – это основная форма работы по выявлению нарушений. Проходят они ежедневно с начала навигации, 19 мая. В день инспекторы выявляют от одного до трех нарушителей. На особом контроле у инспекторов стоят владельцы гидроциклов. Скорость такие взрослые забавы развиваются выше 100 км в час, и малейшее нарушение может обернуться серьезной проблемой. Гидроциклы у нас тоже были проблемы недавно, они не остановились, пришлось искать. Как сказать, нарушителей нашли, разъяснили людям, оштрафовали, поэтому люди все поняли, даже записались на курсы по обучению, на право управления маломерным судам. Сотрудники ГИМСа и ОСВОДа выходят патрулировать практически ежедневно, а иногда и несколько раз в день. С начала сезона они совершили уже 286 выходов на водоемы и выявили 386 нарушений пользования маломерными судами. К административной ответственности привлекли 347 человек. Основные нарушения – это отсутствие спасательного жилета на пассажирах и судоводителях и непройденный техосмотр. Было в этом сезоне и три случая, когда водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Пик нарушений обычно приходится на открытие сезона, когда огромное количество людей выходит на воду. Повышенный контроль осуществляется в пятницу, субботу и воскресенье. Человек, выходящий на маломерном судне на воду, должен быть в спасательном жилете. Потому что как судоводитель, так и пассажир, находящий на маломерном судне, должен быть в спасательном жилете. Второе. Естественно, лодка должна быть технически исправна. Как надувная, то есть отсутствие каких-то трещин, проколов, так и алюминиевая, либо металлическая такая же история, чтобы не было ни трещин, чтобы человек мог спокойно на ней передвигаться. Естественно, наличие соответствующего оборудования в лодке, которое необходимо как для грибной, так и для моторной лодки. Ну и самое основное правило, естественно, не употреблять спиртные напитки на воде и на берегу. К слову, сотрудники проводят рейды даже в личные праздники. Например, начальник западной станции Евгений Бобеницкий отправляется в рейд с ГИМС в день своего 50-летия. Давно сложилась традиция делать совместные рейды с ГИМС, тем более, что мы все-таки находимся рядом, соседи. Ну а по поводу, насколько часто, это ежедневно. Ежедневно в районе действия спасательной станции мы проводим патрулирование, заходим в затоны реки Исош, смотрим, предупреждаем граждан, разъясняем правила поведения на воду. За первые шесть месяцев 2019 года произошло два аварийных случая, один из которых со смертельным исходом, тогда как за аналогичный период прошлого года было четыре таких происшествия. Инспекторы по маломерным судам ведут профилактическую работу, которая дает результаты. Вероника Гомзюкова, Валерий Гопанько. Специально для Дефакто.